В конце этого видео вы узнаете про 5 вещей, которые знает каждый гитарист, которого можно назвать профессионалом. Чаще всего начинающие гитаристы либо просто не используют эти вещи, либо забывают о них, ну и как следствие не используют тоже. Я в деталях расскажу вам, что это за вещи, почему они так важны, ну и естественно, как их применять. Досмотрите всё до конца и я гарантирую вам, что ваша импровизация после этого станет лучше, и причём неважно в каком жанре вы любите играть, блюз, рок, блюз, рок, вообще в любом жанре. А теперь берите гитару в руки и начнём с того, друзья, что посмотрим мою лёгкую импровизацию, в которой я, собственно, и соединил все эти приёмы как мог. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет, меня зовут Денис Шевченко, и добро пожаловать в общество первого. Здесь мы становимся гитаристами, которых хочется слушать. Если вы оказались здесь впервые, то нажимайте на кнопку подписки и натирайте колокольчик, потому что каждую неделю мы выпускаем новые интересные видео. Что ж, друзья, если проследить путь любого гитариста, в том числе и меня, то с чего мы начинаем? Мы учим обычно нашу первую гамму, чаще всего это пентатоника в первой позиции, а может во всех и пяти позициях. Далее мы начинаем ковыряться в ней, у нас получается некая китайская музыка, которой мы первое время уже и рады. Дальше мы узнаем, что есть так называемые фразы, они же лики, и далее мы начинаем использовать в импровизации и их тоже. Становится все гораздо осмысленнее с того момента, с которого мы, собственно, стартовали. Но многие в этот момент останавливаются на достигнутом, и примерно все то же самое, играют годами и скатываются вот в это вот такое болото начинающего гитариста. То есть мы все, когда слышим импровизацию опытных гитаристов и потом свою, мы понимаем, что есть некая разница. Но эту разницу мы зачастую не можем сформулировать. И я могу вам сказать, что зачастую эта разница, она даже не в технике и не в опытности именно правых, левых рук и так далее. Она в первую очередь мышление. В этом видео я собрал пять главных вещей, которые позволят вам звучать осмысленней, разнообразней. И вы приблизитесь еще на одну ступеньку к тому звучанию, которую вы всегда вожделели. И, друзья, если вы слушали мою небольшую речь с танка и узнали в этом себя, то советую вам пройти по ссылке, которую вы сейчас видите на экране, или она же будет продублирована в первом закрепленном комментарии. Мы подобрали для вас специальные материалы, которые как раз застегают вас вот в такой ситуации и которые помогают выбраться из нее победителем. Надо сказать, что именно по этой ссылке вам будет дана ощутимая скидка, так что обратите на это внимание. Также все наши предложения защищены 60-дневной гарантией возврата, так что если вам в течение этого времени что-то не понравится, мы без проблем вернем вам все ваши денежные средства. Ну что ж, друзья, давайте вернемся на землю обетованную и поиграем немножко на гитарах. Надо сказать, что бэкинг трек, который вы слышали во вступлении, будет доступен вам в описании к этому видео, так что если вам захочется поиграть именно под него, то вперед. Что ж, друзья, первое, на что хочется обратить ваше внимание, что многие играют соло вообще в принципе без пауз. Надо дать музыке подышать, друзья, не забывайте об этом. Ну то есть, допустим, вы начинаете ваше соло. Все, это уже много. То есть начните спокойно с какой-нибудь трех-четырехнотной фразы. Должен, кстати, сказать, что мы играем с вами в тональности рэй, поэтому если вам что-то надо будет и захочется снимать, мы играем в рэмминорной пентатоники, ну или там натуральной гамме. То есть еще раз. Вторую фразу можно чуть-чуть подлиннее сыграть. И опять же, сделайте паузу. Дайте прозвучать другим инструментом. Дайте вашему слушателю переводить то, что вы сейчас сыграли. Также, друзья, все то же самое касается и длин нот, звучащих нот. Часто их не делают, потому что какие-то есть проблемы с бендами или с вибрато и так далее. Решайте их и обращайте внимание. То есть, допустим, я играю первую фразу. То есть, видите, в тот момент, когда у меня этот бенд звучал, было хорошо. Либо то же самое, я могу сыграть с вибрато. То есть, видите, вот у меня эта нота звучала. Есть некая пауза, некая такая передышка в звучании. Но, тем не менее, вы поете вашей гитарой. Здесь, естественно, речь о том, что многим надо тренировать вибрато, делать его правильно. Здесь понятно. Делайте это и тренируйте. Потому что, опять же, часто так случается, когда у вас вибрато или бенды не натренированные. Вы и стараетесь сделать бенды сразу куда-то убежать с него. Либо наоборот, какую-то ноту, вместо того, чтобы повибрировать, просто... И вот у вас хорошо полилось, все прозвучало. Если вы так не умеете, то вы куда-то дальше сразу уходите, начинаете заполнять пустоту. Это чаще всего звучит не так здорово, как хотел бы. Друзья, следующая вещь, о которой хотелось бы поговорить, это микробенды. Они же четвертоновые бенды. Я их не очень люблю так называть, потому что они могут быть и четвертонные, и чуть поменьше, чем четвертонные, и чуть побольше, чем четвертонные. Допустим, это явно больше, чем четвертонные, но, тем не менее, это еще не полутоновый бенд и так далее. Итак, друзья, что это за прием? Ну, давайте мы переместимся с вами в первую позицию пентатоники ре минор. Чаще всего четвертоновый, он же микротоновый бенд, делается у нас на третьей или на седьмой ступени. Ну, по-разному бывает, но чаще всего в 90% происходит все именно с этими нотами. Третья ступень у нас, вот то, что у вас под указательным пальцем на третьей струне, в десятом ладу. Давайте сфокусируемся пока на этой ноте, чтобы вам было понятно. То есть, если я сыграю фразу, видите, все звучит таким образом, а теперь с четвертонными бендами. Это похоже на то, что Дэйв Гилмор играет в своем соло комфортабленном. То есть, смотрите, и видите, сразу гитара запела. Как делать, собственно, правильный микробенд? Первое, на что вы должны обращать внимание, это плотно сжимать здесь гриф. Большинство вообще гриф не держит, он у них болтается в руках. Это неправильный момент. Вы должны гриф сжимать плотно, а вот эти пальцы не вдавливают в гриф. Они должны быть как раз наоборот расслаблены. То есть, вот здесь вы должны фиксировать. Это ошибка вообще большинства, на самом деле. И это позволяет вообще, на самом деле, играть лучше в любых приемах. Хаммеронов, полуофов, слайдах, вообще во всем. И дальше, как я говорил со своим студентом, у вас есть три ступени ракеты этого микробенда. Первое, то что вы не должны вытянуть сразу. Дайте ему прям микросекунду постоять на месте. Ему, этой ноте. Ей. Дальше вы его плавно ведете, как будто тянете, тянете медленно ту рыбку, которую вы хотите вытащить. И потом вы ее подсекаете. И на вершине этого бенда вы его глушите. То есть, видите, довольно технологичный процесс, но обычно он получается у всех легко. Главное, стоит заморочиться на этом. Потому что какие-то вот такие микробенды... Вот эти микробенды, они тоже нормально звучат иногда, но это не всегда катит. Когда вы его спускаете. То есть, базово микробенд не должен никогда вот таким вот быть. Видите, он звучит... Мне нехорошо. Вот таким вот образом. И он не звучит так. Он звучит упруго и клево, когда вы его глушите на его верхней точке. Глушите вот этой частью. Вот. Видите, он сразу звучит клево. То есть, на месте. Медленно потом подсекаете. То же самое касается наших микробендов на других ступенях. Вот эта самая седьмая ступень у вас получается на второй струне 13 лад. Видите, если я просто сыграю... Окей, но... Видите, это более похоже на там человеческую речь, на человеческий голос, пение, неважно. И то же самое, та же самая третья ступень у вас здесь на 13 ладу, только первая струна. Вот у вас просто фраза. Видите, без этих микробендов она звучит так. То есть, эти микробенды работают очень всегда хорошо. В любых местах. Вот я его играю. То же самое. Вот то же самое у меня третья ступень. Вот у меня седьмая ступень. Я делаю здесь указательным пальцем микробенд. Это все работает классно. И это позволяет вам, опять же, играть меньшее количество нот. При этом они будут звучать качественнее, разнообразнее и так далее. Потому что обычно мы развиваемся вот не в длину, так сказать, не ввысь. А мы развиваемся в шире. То есть, мы пытаемся какие-то больше нот сыграть. Каких-то на удивительных гаммах. Там какие-нибудь японские, фригидный лад там и так далее. Вот такие приемы позволяют вам быть просто в пентатонике. Я не пропагандирую играть просто игру в минурной пентатонике. Понимаете, что есть разные гаммы и так далее. Но вы будете гораздо богаче использовать и другой материал, если будете задумываться и о таких вещах. Поехали дальше. Далее, друзья, более технологичный момент. Я называю это объединение фраз. Что это такое? Студенты часто учат такую фразу, такую фразу, такую фразу. И они у них звучат немножко обособленно всегда. Сейчас я покажу на практике, как это выглядит. Объединение фраз – это работа каждого музыканта. И это то, что будет отличать ваш собственный стиль. Вот, друзья, такая фраза. А-ля Стива Ревон, Джонни Винтер и прочие блюзероковые герои. Допустим, это одна фраза. А еще у вас есть другая фраза, что часто играют, допустим, Гэри Мур. Такая вот. Соответственно, я могу их играть по очереди, а могу их объединить в одну. То есть, что у меня получается? И вот я выхожу на эту фразу. Таким образом. Видите, я объединил две фразы в одну. Как обычно я это делаю. Я выбираю ту ноту, которая соединяет меня обе фразы. То есть, в этом случае это вот эта нота. И вот, как я только мне оказался, я заряжаю вот эту вторую фразу. Естественно, это я не сходу делаю, ставив бейкинг трек и так далее. Я заранее это все продумывал. И должны заранее продумывать и вы такие фразы. То есть, вы объединяете две длинные технологичные фразы в одну. Дальше это может быть, допустим, секвенция. Вот у вас секвенция по четыре. Ну и так далее. То есть, я решаю, до какой ноты я играю секвенцию. Допустим, вот просто я сыграл два звена секвенции. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. По четыре, да? И вот я пошел играть вот эту фразу. То есть, видите, я ее подготавливаю. Для таких вещей годится и трехоктавная пентатоника, и многое другое. И надо сказать, если вы многое не знаете, допустим, секвенции, трехоктавные пентатоники и так далее, то если вы не хотите это искать в миллионе разных мест, то напоминаю про то самое приложение, которое звучало в начале видео, по первому закрепленному ссылку в комментарии, сейчас на экране. Вы сможете сейчас увидеть и приобрести то, что вам поможет в жизни, при этом не ищая эту информацию, куча времени. Что ж, друзья, с этим мы более-менее разобрались. Если вам этот пункт непонятен, во-первых, вы можете обратиться к тому, что я вам предложил, во-вторых, не переживайте, эта штука не то, чтобы для продвинутых, но требует много времени и так далее. То есть, соединяйте не обязательно быстрые фразы. Вы можете соединять и какой-нибудь там... Вот у вас есть фраза, допустим, и потом фраза в третьей позиции. Вот вы сыграли. То есть, придумайте, как вы катнетесь в другую позицию пентатоники. Ну, я сейчас использовал трехоктавную пентатонику. Вы можете это придумывать и вот таким образом объединять фразы. Примените свое творческое воображение, друзья. Итак, друзья, мы пойдем дальше. Следующий пункт, о котором хотелось бы поговорить, что многие студенты начинают вонзать свои импровизации именно в первой позиции пентатоники, потому что она, ну, лучше всего изучена. Я здесь что хочу сказать, что первая позиция прекрасна. В ней начинается большинство соло и так далее. Но у вас есть тональности, как, допустим, в моем случае тональность ре, где первая позиция звучит довольно-таки высоко. И, соответственно, если вы хотите развивать свое соло, вы должны играть выше, 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 выше. Но здесь уже как бы не так много места у вас для этого. Опять же, нет ничего плохого уходить там в 20-е лады и так далее. Но у вас есть альтернативный вариант иногда. Начать в более низких позициях. То есть в моем случае я вот прям так и начал. Вот у вас четвертая позиция пентатоники ре. Замечает. Ну вот я в ней и начал. И опять же, обращаясь к первому пункту, я начал просто накидывать такие коротенькие фразы, постепенно удлиняя их и удлиняя. Опять же, видите, там использую четвертонную бенду там и так далее. Нормально, там поиграл. Я мог начать в третьей. Ну, почему-то я выбрал четвертую. Не обязательно прям растягивать все удовольствие на весь гриф. Как-то это звучит неоднозначно. Таким образом, друзья, изучайте вот эти более низкие позиции. Смотрите там все те ноты, которые вам уже знакомы по позициям первой, допустим. Каким образом вы должны это делать? Здесь даже не надо мыслить нотами. Здесь надо мыслить ступенями гаммами. Вот у вас, да, двухнотная такая фраза. Третья, два раза, первая, третья. Соответственно, если вы знаете ступени здесь, то вы, соответственно, переносите это все сюда. Это немножко, видите, по-другому звучит, чем в первой позиции. Вы можете уходить вниз. И так далее. И это действительно разнообразит вашу игру и делает вашу игру более, ну, развитой. Как знаете, в театре у вас есть там пролог, потом кульминация, эпилог и так далее. Вот к кульминации надо выходить плавно. А то, начиная в первую позицию, а уж тем более, когда вы играете в тональности ми, или там фа вы начинаете играть, здесь низко, и вот вы стремитесь сюда. Вы уже открываете все свои карты. Это довольно агрессивная и ярко звучащая позиция. Начните чуть-чуть поспокойнее. Ну и что ж, друзья, если вы досмотрели до этого момента, вы действительно заинтересованы в том, что вы делаете. И, как всегда, наше кодовое слово, если вы пишете его в комментариях, мы рады, все счастливы. А люди, которые не знают этой нашей фишки, заходят в комментарии и немножко удивляются. Чему я всегда подсознательно рад. Сегодня наше кодовое слово Бельмондо. Вот так вот. И олды, наверное, поймут, в чем дело, если соотнесут название ролика и, собственно, Бельмондо. И, ну, надеюсь, все будут рады, а молодые еще совсем люди, возможно, что-то откроют для себя. А мы поедем дальше, и следующая тема, о которой хотелось бы здесь коснуться, это дабл-стопы. А чаще всего происходит такое, что вот эти самые дабл-стопы, они как-то уходят из нашего поля зрения, от нашей обязательной программы. А зря, друзья, потому что, видите, вот я там в... Они могут звучать очень клево. То есть, видите, я сейчас специально играю немножко грязно. Как я это делаю, вообще, меня не спрашивайте. Это вот с этим рождаются. Но экспериментируйте, что вот, допустим, я здесь открываю немножко третью струну, а потом ее закрываю. То есть убираюсь под нее, указательный палец, потом ставлю и так далее. И, видите, это звучит вполне себе экспрессивно. Что у меня здесь происходит? Вот я зажимаю указательным пальцем 13 лад первой второй струны, а потом хамерю по 15 ладу струны второй. А, 13 лад на первой струне у меня продолжает звучать. То есть я играю не квартуру, потому что это немножко... Опять же, китайская музыка такая. Видите, звучит очень экспрессивно, а вы ничего не делаете при этом. Ну, такого. Дальше. Чаще всего так и происходит, друзья. Все любят, естественно, Джона Фрушанты, Джона Мэйера, и как и Дженнифер Энистон. Собственно, ну, понятно, что единого вдохновителя все это в движении товарища Хендрикса. Так, пожалуйста, используйте это все. Богатство, это всегда звучит классно. Главное, вот какой-то... Поймайте ритмический такой момент. Опять же, а-ля Билли Гиббонс. И, кстати, Стивер Иву, он, похоже, всякие штуки использовал. Тоже звучит всегда отлично. Поэтому, друзья, у нас на канале тоже есть много видео по дабл-стопам. Ищите и обрящите. И не забывайте их вставлять в игру. Как видите, как раз вот это потенциально это может быть вашим кульминационным моментом. Потому что две струны всегда звучат плотнее, чем одна. Возможно, я сейчас буду капитаном очевидности. Ну, как бы... Тем не менее, как я и сказал в самом начале видео, все, что я здесь говорю на протяжении всего моего вот этого монолога, вещи, в общем-то, и все знают. Но как происходит с гитаристами и вообще с музыкантами? А, я знаю, это понятно. Но вы руками чаще всего это не играете, забываете или еще по каким-то причинам не делаете. Я не обличаю вас ни в коем случае. Не пытаюсь сказать, что я это делаю, я замечательный, а вы нет. Но просто обратите на это внимание. Хотите, выпишите все то же самое на бумажку и запишите себя на диктофон, который есть на любом современном мобильном устройстве. И посмотрите, что вы делаете из этого, что не делаете. Соответственно, если у вас какие-то есть слепые или белые зоны, терроинкогнитое такие, восполняйте их, друзья. В современном мире гитарист должен уметь многое. Допустим, заварить боярышник, вбить гвоздь, построить ковчег, не знаю. Также, друзья, если вы не видели, то я советую вам посмотреть два ролика, которые сейчас вы видите на своих экранах. В одном из них я показываю вам прекрасные упражнения для улучшения вашего грубого и ритма, а в другом я делюсь еще тремя советами по улучшению вашей импровизации.